здравствуйте в эфире телеканал это он тв программа с большой буквы меня зовут александр гурарье подписывайтесь на наши каналы в ю тубе подключайтесь к нашему телеграмму комментируйте задавайте вопросы мы по традиции попытаемся на них ответить ну и кто сочтет возможно помочь канала там есть под этим видео две кнопочки супер спасибо и стать спонсором мы благодарны за любую помощь ну а сейчас мы поговорим с нашим постоянным собеседником в этой программе свимогеном политологом экспослом израиля в россии и украине в прошлом директоре спецслужбы натив свист здравствуйте добрый вечер добрый вечер но прежде всего конечно хотелось бы начать с того вот узнать услышать ваше мнение так сказать основного события ну для нас для для израильтян цао практически вывел все свои войска из газа там осталась только одна бригада нахаль и то так сказать в урезанном составе которая там занимается охраной определенных объектов и так сказать препятствует бесконтрольному перемещению лиц с юга на север все остальное вы видели как это вообще понимать и что вы думаете по этому поводу ну это можно понимать и технически и скажем политически технически это в конце концов основная основные боевые действия уже по моему закончены хотя отдельно висит в воздухе этот вопрос касающийся рафеха да будет вот воск или нет тогда-то всегда есть достаточно возле того чтобы их вести в бой это отдельно но так часто основная часть этого сектора газы так или иначе он уже зачищен и там нечего держать эти войска они далеко не уходят и тем более что напоминаю что большинство войск они в той или иной мере резервисты поэтому очень полезно распустить их дать им передохнуть призвать других и так далее в этом контексте израиль ничего не зарабатывать не теряет если надо будет расширить действия он всегда сможет нет инициатива у него возможности не было что сказать политического аспекта то здесь сложнее я не уверен насколько это обозначает что израиль дает сигнал и дает понять что он выводит войска для того чтобы так или иначе договориться с я не знаю с хамасом или иными штатами но в принципе он создает якобы соответственные условия для принятия скажем того или иного решения это тоже может быть это не мешает на всяком случае того что там войск не только помогает так или иначе продвинуть те или иные решения но в конце концов газа остается без войска это более или менее будущие реалии этого сектора потому что это остается под военным контролем израиля всегда можно ввести ту или иную войсковую единицу для решения той или иной точной проблемы не предвидится сейчас серьезных проблем потому что практически весь хамас в той или иной мере я имею в виду его вооруженные силы так или иначе уже не существует кроме того что там еще осталось в профехе и с ней будут разбираться но тоже отдельный вопрос поэтому вывод войск может сигнализировать готовность израиля к тем или иным соглашениям о которых мы пока не знаем еще возьмет определенное время вот отдельный вопрос и в той или иной мере израиль теперь расслабился но это не значит что он расслабляется на севере это не значит что он не вернется в газу это не значит что он не сможет контролировать эту газ вот примерно картина но вы знаете когда говорят о том что все задачи решены что хамас практически перестал существовать в газе мы видим совершенно обратную картину то есть вот стоило нам зачистить север и уйти оттуда как моментально туда знаете как вот водичка сквозь песочек просочились обратно террористы причем натаскали снова вот в ту самую больницу шифа натаскали огромный арсенал оружия туда и так далее и так далее сейчас когда оттуда вышел значит все постепенно они начинают возвращаться на круги своя ну а что касается вот того что большое количество террористов просто уничтожено так там же как бы подпитка идет от местного населения когда нам говорят там же вот мирное население всегда так сказать хочется так сказать сказать три раза ха потому что какое мирное то есть по крайней мере все мужское население газа практически все поддерживает хамас и в любой момент вольется в его ряды поэтому не кажется ли вам что мы просто вот воду решетом черпаем и как бы вода обратно натекает вооруженное формирование хамаса уничтожено все остальное это просто террор и газа продолжит оставаться базой для террора так между прочим как и автономия палестинская где присутствуют даже сейчас те или иные террористические и единицы и группы что хотите поэтому там не продолжат но уже как отдельно взятые скажем там вылазки выходки нападения но не боевые действия которых они на данном этапе не в состоянии не организовать не провести что касается борьбы с ираном то израиль готов в будущем так или иначе контролировать эту территорию что означает быть готовым к так сказать уничтожению тех или иных террористических скажем единиц или готовить намерений примерно вот такая картина но это не значит что идут полномасштабные боевые действия они уже не будут вестись в той части газы где израиль провел свои зачистки да они существуют в графике еще четыре так называемых батальона или хотите группы и их хотят или предложить им сдаваться или уничтожить или что будет я еще не знаю но они там существуют но они не влияют на все остальное они окружены они изолированы и у них очень немного возможностей для действий в будущем израиль не уйдет из этой газы и оставить ее на скажем на волю судьбы или решения хамаса без каких-то либо соглашений и контроля тех или иных сил политических военных или израиля или других государств ну вы знаете первой реакции так сказать на уход сала из газа уже последовало то есть вот эти самые переговоры с хамасом которые велись и которые нам нас уверяли что они находятся на завершающей стадии вот американцы там новое предложение там блинка на пять махал бумажкой говорю что мы вообще знаем как это сделать мы вообще предложили израилю так сказать альтернативный способ чтобы не штурмовать рафиях так сказать то есть он опять все знает как надо сделать так вот хамас на эти на эти предложения американцев грязный хихикнув ответил нет а зачем ему нужны сейчас какие-то переговоры зачем им нужны какие-то соглашения когда израиль и так покидает газу когда и так растет международное давление на израиль со стороны европы ладно но и со стороны самих соединенных штатов тоже то есть зачем им вообще идти договариваться то есть вообще знаете элементарное это сказать знание правил восточного базара подсказывает что этот вывод был сделан ну очень не вовремя я бы не спешил с такими выводами во-первых хамас еще не ответил на предложение конкретно предложение речь идет о вчерашнем сегодняшнем развитии событий во вторых на него оказывается очень серьезное давление всех участников переговорного процесса в смысле его даже если хотите хозяев там катар и другие хорошие люди которые его так иначе додавливают ему придется принимать решение ежели хамас откажется от продолжения переговоров то это означает что он приглашает израиль на вот войск в этот самый рафия к уничтожению всего что там осталось а потом может заниматься чем хочет израиль на данном этапе в основном как там кажется на данный момент хочет освободить заложников не более все остальное это можно так или иначе уже изменилось не 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 в лучшую сторону для хамаса поэтому если получится получится не получится будет продолжение боевых действий если суммировать и оставить по стороне скажем философские там мнения и эмоции то в конце концов у хамаса некое хамасу некуда деваться с заложниками лебезонных и визраиль уже так и заплатил достаточно высокую цену за то что происходит сегодня в газе и этого так и не оставил этому хамасу так или иначе нужно определить на чего он хочет и у него выход или спасать свою шкуру или спасать всю газу всю газу они не спасут поэтому торг идет между стороны хамаса торг идет только о своей личной скажем о своем будущем о своей личной безопасности вроде этого еще не окончен но цвей если бы они если бы они пеклись только о своей личной безопасности то они давным давно могли уже прийти к этому соглашению потому что в принципе им предлагался они 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 хотят именно прекращение боевых действий вывода израильских войск и гарантии невозобновления. Их позиция крайне неприемлема. Они говорят, уходите из Газа и кончайте войну. Сейчас кончайте войну. Израиль говорит, он не готов остановить вообще понятие войны. Война продолжается. Он готов на перемирие временное. И поэтому он вводит войска, которым всегда может ввести. У него достаточно возможностей оттутить вот эту Газу вдоль и поперек. Это не проблема в военном отношении. Но он до него не готовился прекратить войну. И что? Возвращение войны это результат договорного процесса и соглашений политических. Их пока на горизонте не видно. Да, Израиль готов переговорной процесс. Первое условие это отдайте заложникам. Второе условие это еще будем обсуждать. Вот примерно. Но по-моему надо подождать еще несколько часов или пару дней, по-моему, в той или иной мере это определится или туда, или сюда. Уже дальше некуда. Израиль пошел на максимальные уступки ввиду или доврения на него, или, скажем, доброй воли его. Не до конца понятно, но в той или иной мере больше этого он не даст. И больше этого поймалу от него уже не требуют даже американцы. Ну да, Байден бросил такую фразу сейчас вот буквально вчера, по-моему, сегодня ночью. Ему задали вопрос по поводу поставок оружия Израиля. Он заявил, что мы не собираемся прекращать. И вообще, говорит, они выполнили все наши условия. Они в смысле Израиль. То есть вывели войска, судя по всему, это было условие. И увеличили поставку гуманитарной помощи. Сейчас было сообщение, что наша армия строит новый контрольно-пропускной пункт, который быстро будет введен в действие для того, чтобы на север сектора Газа поставлять гуманитарную помощь. Потому что Керен Шалом, существующий контрольно-пропускной пункт, он очень удобен для демонстрации и для его перекрытия протестующими с израильской стороны. И вот они хотят где-то там в обход построить, чтобы туда невозможно было добраться. Ну хорошо, оставим сейчас пока газу как бы на закуску. У нас серьезное противостояние на севере. И Израиль как бы ожидает, до сих пор ожидает ответа Ирана, потому что Иран грозился там всякими-всякими карами. Я имею в виду ликвидацию в Дамаске, когда были ликвидированы высокопоставленные иранские генералы. Были похороны этих генералов. Иран там изрыгал проклятие. И в то же время вот сейчас наш министр обороны тут же запустил как бы, кто бы не попытался напасть на нас, он встретит сильную оборону, а затем сразу же после этого мощный ответ на своей по совести собственной территории. Противник не знает, какие сюрпризы мы ему готовим. Это он сказал во время визита на батарею ПВО «Железный купол» на севере. Кого он собирался напугать? То есть вот он считает, что вот такой риторикой он кого-то там остановит или испугает? Вероятнее всего так оно и есть. Иногда надо озвучить те или иные, скажем, факты. Что он практически говорит? Наша система ПВО, которая, между прочим, ведущая сегодня в мире, лучшая в мире, способна остановить любое на данном этапе нападение. Имеется в виду со стороны воздушного нападения, имеется в виду ракетное, артиллерийское, если хотите, и другое, дроновское и так далее. В состоянии, по-моему, свести на нет любую попытку в этом отношении. Поэтому зачем тратить на это? Это одно. Второе. Если было сказано, между прочим, министрами иностранных дел сегодня, что если будет запущено со стороны Ирана, с его территории, то будет ответ по иранской территории. А что он имел в виду, что есть те или иные, скажем, незнакомые противнику возможности, то действительно так оно и есть. Никто не знаком действительно с потенциалом израильских вооруженных сил в отношении, скажем, и военно-воздушности, но и ракетной системы. Поэтому могут так или иначе показать, кто в регионе хозяин в этом отношении. И практически угрожают, что будет нанесен очень чувствительный удар по тому или иному, скажем, противнику, включая Иран. И в этом отношении Иран очень-очень серьезно воспринимает это, потому что нанести удар, чтобы показать, что он герой, это одно, а получить по зубам, скажем, по иранской территории, по любому объекту, который существует в немалом количестве в Иране, это другое. Израиль может добраться до любых из них и практически уничтожить. До данного момента он этого не делал. Он уничтожал отдельно взятые, проводил отдельно взятые или точечные удары, или точечные ликвидации, но не наносил действительно тех ударов, которым состояние нанести кому хотите. Иран в этом отношении гораздо более удобная, скажем, мишень, чем разные там террористические посланцы и прокси Ирана. Потому что это действительно государство с территорией, с инфраструктурой, и с чем хотите, и поэтому есть, что уничтожать. У террористов мало этого. У террористов нужно добраться до них персонально. И в этом отношении это очень серьезная угроза Ирану ответными действиями. И он очень серьезно задумался. Я очень сомневаюсь, сделает ли он что-то для того, чтобы пригласить Израиля наносить удары и ограничиться вероятнее всего каким-то, скажем, точечным ударом со своей стороны или по израильской территории, или по израильским разным тем или иным заграничным представительствам. Все, что может быть. Но не более этого. Вот примерно картина. А вы знаете, было сообщение вот буквально вчера поздно вечером о том, что Иран привел в боевую готовность свои противовоздушные силы, противоракетные и значит вокруг Тагерана. То есть судя по всему они как бы готовятся к тому, что возможно ответный удар. Значит так сказать делаем вывод, что они сам удар готовят. Можно и так. Непонятно, что они готовят. Я предполагаю, что они не заинтересованы скажем в непосредственном конфликте или в военном конфликте с Израилем. Если бы да, то они давно начали скажем практические действия в этом направлении. Они этого не делают. Они получили достаточно ударов уже в Сирии много раз в других местах и они не реагировали. Не очень аккуратно ведут себя в этом отношении. Посылают других, конечно, да. Но сейчас если речь идет о том, что будет непосредственно моего контакта, я не вижу их там очень серьезные возможности и намерения тоже. А вот их системы ПВО, насколько вы так сказать представляете, насколько они серьезны, вот которыми они там окружают Тагеран и прочее. То есть что это? Это их собственного производства или это старые советские? Ну это даже не старые советские, это и российские тоже в том же мере. Они не... Это не есть проблема для израильских возможностей. Израиль может вести себя на территории Ирана сколько и где захочет. Сири, вот интересная информация прошла. Иранская газета Джамхули Ислам утверждает, что Россия и Сирия помогают Израилю в ликвидации иранских офицеров, поскольку это содействует вытеснению Ирана из Сирии. С декабря 23-го года в Сирии погибли 18 высокопоставленных офицеров КСИР. Россия, которая, между прочим, контролирует сирийское воздушное пространство и так и не сочла возможным помешать израильским атакам, хотя могла бы. А сам Башар Асад не только не оставляет эти удара без ответа, но и избегает их комментировать. А что это вообще? Скандал в благородном семействе, как бы пауки в банке начали грызть друг друга. Действительно ли Россия в какой-то степени подыгрывает Израилю? Этот источник иранский, я бы проверил его серьезность и возможность, потому что да, вопрос актуален, но не сейчас. Сейчас есть полное сотрудничество или координация действий между Россией и Ираном. Общий противник, общие цели и так далее, и так далее. Поэтому это не актуально сейчас. Что да, действительно, напоминаю, Россия присутствует в Сирии с 15-го года. Это уже много лет. Это уже 9 лет почти, да, больше. И в этом отношении Россия присутствует и, конечно, проводит свои те или иные действия в координации с Израилем. Есть договор на какая-то там система между Россией и Израилем, что Россия не мешает Израилю проводить свои оперативные действия, боевые действия. Израиль тоже не вмешивается в российские, в тепла, и сирийские, между прочим, тоже. Поэтому Россия с Асадом проводят ту или иную политику, там создают те или иные реалии. А Израиль со своей стороны громит иранские инфраструктуры в Сирии. Это включает и ликвидации тех или иных высокопоставленных лиц, чиновников, ну и базы, и посылки, так сказать, транспорты, которые идут в Ливан, в Хизбалле и так далее, и так далее. В этом отношении это уже достаточно давно, и я тоже запоминал, что да, Иран получает от Израиля достаточно много тех или иных ущербов, но и он с этим вынужден жить и существовать. Что происходит между Россией и Ираном? Другой вопрос. Да, обе стороны знакомы с этой реалией, и Россия вынуждена кардерировать действие с Израилем, иначе придется конфликтовать с Израилем, на что она не готова, и она предпочитает эти условия. Иран, я не могу сказать, что он счастлив этими реалиями, я говорю о прошлом, и что он в той мере не находится в состоянии противостояния с Россией. Да, они противостоят друг к другу в намерениях по будущему в Сирии. Да, Иран хочет всю Сирию себе, а Россия хочет оставить себе нечто или просто не дать Ирану и продолжить свое присутствие и влияние. И это в какой-то мере не скажу скандал, но спор в семье. Они до последнего времени как-то конфликтовали, сейчас, по-моему, не нашли общий язык в последний год. В этом конфликте, в этом споре присутствует и Турция тоже, которая захватила часть территории, и тоже требует для себя те или иные условия в будущем, что касается геополитических вопросов, идет спор в семействе, да. Но это вопрос, который сейчас они затронули, якобы сейчас актуален, но он сейчас не актуален. Сейчас актуально противостояние Западу, Соединенным Штатам в регионе, это глобальная война, которая проводится на региональном уровне тоже, в других регионах тоже, и сейчас не до этого. А почему этот иранский тот или иной источник сейчас затронутый вопрос, а в прошлом он этого не трогал, это очень интересный вопрос, это оппозиция ли иранскому, не знаю, руководству, или это нечто, которое направлено против России, потому что о чем-то не договорились, но вот такая картина. А, то есть это может быть сигнал, который посылается России через средства массовой информации о том, что вот чем-то они там недовольны. А, Цви, вы коснулись, вы упомянули сейчас в Суе Турцию, не могу не задать вопрос, ну, мы знаем, что президент Турции Эрдоган резко выступил против Израиля и продолжает выступать, и в общем-то с такой страшной риторикой, мало того, сейчас последовали экономические санкции. Многие специалисты говорили, что это риторика, кстати, вы тоже говорили, что это риторика, что у Эрдогана выборы на носу. Вот пройдут выборы, тогда посмотрим. Вот, как говорится, выборы прошли. Ну, кстати, Эрдоган не сильно блеснул на этих выборах, то есть он два ведущих города. Это были, я напоминаю, что это были муниципальные выборы, не, так сказать, парламентские, президентские, это были муниципальные выборы, но в то же время это был очень важный этап, и партия Эрдогана проиграла эти выборы в Истамбуле и в Анкаре, то есть в крупнейших городах, то есть это очень важный момент. Но риторика не снизилась, мало того, последовали экономические санкции, то есть объявили вот буквально вчера, премьер-министр Турции объявил, что они вводят ограничения на поставку в Израиль определенных товаров, металлов и так далее, и ограничения на импорт, то есть разрыв и конфликт расширяется. К чему это может прийти, на ваш взгляд? По всему, но, по-моему, очень ограничено, так или иначе, на данном этапе продолжается та же риторика, у которой есть вспомогательное направление, в данном случае, в тех или иных торговых соглашениях с Израилем, пока не более, и, по-моему, более не будет. Но нужно создать определенный эффект и в Турции среди определенного электората, и в регионе, который является целиком исламским, и на который нужно воздействовать, и Турция выступает в исламском противостоянии против всех, против всех, там самое серьезное государство, как он хочет себя представить, и надеется на том или ином этапе, скажем, стать лидером. Как раз тут Иран присутствует, и это, в какой-то мере, конкуренция между Турцией и Ираном, кто, в конце концов, сумеет заполучить первенство в исламском мире. Оба, между прочим, не являются арабами, являются как раз другими, но мусульманами. И поэтому каждый из них хочет ту или иную, скажем, тот или иной эффект. В этом противостоянии не исключено, что это еще может расшириться на другие аспекты, кроме израильского, но израильский, он основной. И сегодня Иран ведет войну против Израиля и против Соединенных Штатов и так далее. Турция против Соединенных Штатов выступать пока не может, но может выступить против Израиля. В исламском мире это воспринимается позитивно именно в этом контексте. Это и есть их игра. Конфликтов он не хочет, и противостояние, тем более военного он не хочет и не может. Поэтому туда это направлено, и это не конец еще, это еще только продолжение. То есть дальше риторики, дальше экономических санкций, это не зайдет. Но санкции тоже бывают разные. Турция все-таки член НАТО? Ну и что, и НАТО будет конфликтовать с Израилем? Нет, я не имею в виду военный конфликт. НАТО ограничивает действия Турции. Будучи членом НАТО, Турция не может себе позволить и без разрешения НАТО, тем более, так или иначе конфликтовать с кем хотите, не только с Израилем. Тем более с Израилем, который является, не скажу членом НАТО, но является в очень определенной мере партнером и коллегой и так далее. Поэтому у Турции проблема. Это со всех сторон. Но Турция хочет, несмотря на то, что она член НАТО, она хочет пальму первенства в исламском мире, и она борется за это влияние. С кем, собственно? То есть с кем основная схватка? Это очень сильно помогает, если противостоять Израилю в этом конфликте, в этом контексте, в исламском. И что и делается. И впервые, между прочим, напоминаю, заплывы в Газу и конфликты уже с Израилем по этому вопросу уже был. И это именно в том же направлении. Да, мы хотим показать, что мы противостоим этому агрессору, и поэтому мы хорошие. Ну, вы знаете, вот было... Мы разговаривали с одним политологом турецким, то есть не в эфире, который сказал честно и откровенно, он сказал, что послушайте, ну вот вы сами посудите, вот когда все это произошло, то 7 октября первым действием Эрдогана было, он выслал всех этих лидеров Хамаса из Турции. То есть у него был, как бы, такой жест очень произраильский. А дальше наступила, говорит, глубокая пауза. И вместо того, чтобы израильскому МИДу, каким-то израильским представителям, например, даже министру иностранных дел, сесть в самолет и слетать, благо, что тут недалеко, слетать к Эрдогану, а поговорить с ним, проявить уважение и сказать, что вот, мол, так и так, мы будем действовать, вот чем ты можешь нам помочь и так далее. На ваш взгляд, можно было бы таким ходом избежать, значит, вот дипломатического конфликта, потому что вот у нас последние действия наших дипломатического ведомства, они, мягко говоря, удивляют. Причем особенно удивляют не дипломаты, а, так сказать, политические назначенцы, которые являются, так сказать, послами и в том числе представителями в ООН и так далее. То есть их вот действия просто замечательные. Много вопросов тут. Ну, что касается поведения того же Эрдогана, то не только Эрдоган, а большинство государств в регионе очень недолюбливают тот же Хамас. Хамас – это те же, это мусульманское братство, это посланники Ирана против исламского же мира, арабского мира, пардон, и других исламских государств. Это тоже противостояние. И ввиду того, что они базировались в Турции, и Турция не была в курсе, вероятнее всего, подготовки удара по Израилю. И теперь оказывается, что у нее на территории находятся те же потенциальные противники, это же угроза интересам Турции. Поэтому он их выслал в том плане, что вот кто здесь в доме хозяин, он хотел показать. Но это не мешает всему тому, что я уже сказал. Да, но сейчас идет длительное противостояние, и получается, что есть конфликт между исламским миром, уже целиком или только частично против Запада. И в этом контексте ему, да, интерес, у него есть интерес в той мере занятое положение, что он занимает сейчас, он пытается за него бороться, не более этого. А что касается его отношений с другими соседями, это тоже очень интересный вопрос, но это отдельный вопрос, что у него между Турцией и Россией, что там происходит на Кавказе и в Средней Азии, а там он очень активен, и он еще активен, конкурируя с Ираном по разным вопросам, включая ту же Сирию. Так что тут не скучно в регионе. Это не только вокруг нас. Да уж. Скучно у нас не бывает. Цви, большое спасибо. Большое спасибо, что нашли время побеседовать с нами. Цви Маген, политолог, дипломат, экспосовый Израиля в России и Украине. В прошлом руководитель спецслужбы, хотел сказать, МОСАД. НАТИФ, ну, НАТИФ это, в общем-то, МОСАД, подразделение МОСАДа, так что, если уж так говорить. Или мы открываем военную тайну, Цви? Я не знаю, о чем вы говорите. Понятно, значит, открыли военную тайну. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Спасибо вам. Окей.